Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе. Меня зовут Елена Макаренко. Здравствуйте. Если охарактеризовать уходящие 7 дней одним словом, то, пожалуй, самое подходящее – жарко в прямом и переносном смысле. Первый же день недели побил температурный рекорд 24-летней давности. Местами в крае столбик термометра поднимался до отметки плюс 38 градусов. Жаркие новости связаны и с другой, не сбавляющей оборотов темой коронавируса. Всю неделю ежедневно в крае число и новых заболевших, и умерших от ковида росло. Так, на начало недели за сутки регистрировали чуть меньше 200 человек, к ханцу уже 230. Умерших в понедельник – 11, в пятницу – 17. Среди вновь выявленных немало людей, которые, по словам врачей, переносят ковид в тяжелой форме. Почти в два раза выросло число вызовов скорой помощи – с 800 до 1500 за сутки. И в связи с быстрыми темпами прироста, в крае ожидают введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. За неделю в крае выросло и число ковидных стационаров – с 19 до 22. В одном из госпиталей «Красной зоны» побывал и мой коллега Андрей Дриер. Он узнал, действительно ли не хватает медикаментов, как пациенты с пневмонией относятся к прививкам, и есть ли среди них привитые. Чем плотнее, тем лучше. Для съемочной группы идти в «Красную зону» – это тратить на одевание, раздевание, обеззараживание и подготовку еще больше времени, чем на саму съемку. Но врачи могут нам только завидовать. На стопах скотч, на кистях скотч, везде защита, абсолютно непроницаемое бундирование, при том, что на улице сейчас порядка 28 градусов. Представляете, как должно жарко быть мне. А теперь представьте, как должно быть жарко врачам, которые здесь работают каждый день по многочасовым сменам. Эту «Красную зону» для больных коронавирусом средней тяжести открыли 3 июля. В тот же день привезли 29 человек. А уже вчера поступило 112 пациентов. Волна резко поднимается, и для врачей она тяжелее прежних. Она тяжелее в связи с тем, что пациенты более молодые, течение более стремительное. Она тяжелее по составу, контингенту поступающих, так скажем, возрастные люди. Они оказались в эту волну более ответственные. Большая часть пожилых людей, ну вот как мы видим по статистике, они привитые. Молодых больше. Это наблюдение врачей. Например, Павел и Мария. Муж на работе почувствовал себя плохо, уже дома поднялась температура, дышать стало тяжелее. Через несколько дней симптомы появились и у жены. Обнаружили двустороннюю пневмонию. Они хотели привиться, не успели. Вы пытались записаться на вакцинацию? Я нет, я просила, ну узнавала через друзей, через знакомых. Они хотели, и они боятся болеть. У меня есть знакомая, которая дважды переболела и не может поставить вакцину. Их нет. На само лечение в больнице пациенты не жаловались, хоть мы и настойчиво задавали вопросы. Ведь в соцсетях барнольцы сетуют на нехватку медикаментов в красных зонах. Врачи заверяют, проблем нет. Показывают забитые полки. Проблемы, скорее, с числом привитых. Врачи говорят, видимо, те, кто отказывается от вакцины, оптимисты. Верят, что не заболеют. Из окон стационара вид открывается сразу и на церковь, и на мечеть. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком. Всю неделю жители края активно вакцинировались от коронавируса. Так ежесуточно прививки ставили по 5-6 тысяч человек. Но среди земляков немало таких, которые, если и не сомневаются в необходимости, то опасаются вакцинироваться из-за возможных последствий для здоровья. И сдают тесты на антитела к вирусу. Сотрудники лабораторий медцентров, где проводят такие исследования, признаются, что работают сейчас в весьма напряженном режиме. Поток желающих огромный. Но вот как правильно расшифровать результаты обследований на антитела к вирусу, и можно ли им доверять беспрекословно, об этом мы спросили у эксперта Ярослава Яковец, доцента кафедры Алтайского медуниверситета, который имеет специализацию по вирусной инфекции. Что такое антитела? Чтобы было общее представление у всех. Антитела – это иммунные клетки, которые вырабатываются организмом, иммунной системой организма в ответ на поступление антигена. Антигеном может выступать любое соединение – химическое соединение, бактериальное соединение микробы, вирусные соединения, вирусы. Это будут антиген. То есть это раздражитель иммунной системы, и в ответ на этот раздражитель иммунная система вырабатывает специальные иммунные клетки, которые называются антитела. Их несколько видов. Они называются еще иначе иммуноглобулины. Причем пациенты иногда приходят, они читают, поскольку пишутся они на латинском языке, не на английском языке, а на латинском, иммуноглобулины. Две английских буквы или латинских буквы – это буква «I» заглавная и буква «G». Но пациенты их читают по-английски. И в результате некоторые работники, даже центров, они не справляются с таким объемом информации, не могут понять, что такое «Ig». «IgM», «IgG», «IgG» и так далее. По-разному это читают. Но на самом деле это «Ig» – это иммуноглобулины. Поэтому проще их называть либо иммуноглобулинами, чтобы было всем понятно, либо антителами. Их существует несколько видов. Это «M», это «G», которые сейчас наиболее, так сказать, котируемые, на которые наиболее часто идет заявка. Есть еще иммуноглобулины «A» и есть еще общие иммуноглобулины «Е». Обозначаются они, как правило, в анализах латинскими буквами. Там либо «IgM» пишется, либо «IgG». Как их правильно расшифровывать? Если мы получаем этот результат, видим, что есть какие-то цифры у «М» показателя, у «G» показателя. Расскажите. Давайте с конца начнем. То есть иммуноглобулины «Е» – это аллергические иммуноглобулины. Поэтому к коронавирусу они не имеют никакого отношения. Их берут плин на речи аллергии у пациента. Поэтому здесь они не исследуются. Иммуноглобулины «A» – это иммуноглобулины слизистых, тоже не исследуются. Таким образом, если мы говорим о коронавирусной инфекции, то мы исследуем «M» и «G». Других не исследуем. Значит, иммуноглобулины «G» – это так называемая иммунологическая память. Это как раз именно та память, которую должен заполнить иммунитет при контакте с коронавирусом. Держаться он может достаточно долго, но, опять же, и достаточно коротко. Может вообще не выработаться, в принципе, даже при контакте с аллергеном, то есть с коронавирусом. Значит, если мы говорим об иммуноглобулинах «M», то они могут быть либо положительные, либо отрицательные. И если они отрицательные, человек даже если болел, и четко помнит, что он болел, значит, он просто болел давно достаточно. Иммуноглобулины «M» – если они положительные, то он буквально вот недавно переболел. Но и самое главное, получается, остаются у нас одни единственные иммуноглобулины, на которые мы сейчас опираемся в плане показаний к вакцинации. То есть вакцинироваться, не вакцинироваться, защищен человек от коронавируса собственным иммунитетом, не защищен собственным иммунитетом. То есть вот этот вопрос встает, и тогда вот это по цифрам. То есть существует две тестовых системы, они используются у нас только две везде, во всех лабораториях абсолютно, других не бывает. Значит, если по этим тестовым системам меньше 12 иммуноглобулины «G», то это иммунитет отрицательный. То есть иммуноглобулинов нет, антител к коронавирусу нет. Если они больше 12, то антитела есть. Уточню у вас, вот «G» и «M», остановимся на этом. То есть «G» – это так называемая длительная память о контакте с вирусом, «M» – короткая память. Если есть «G» меньше 12, то на это вообще не стоит обращать внимание. То есть, по сути говоря, уже антител нет. Да, то есть защиты нет. Иммунитет уже всё. Он уже забыл ту информацию, которую ему дал коронавирус, который когда-то зашёл в организм. Тогда первоочередной получается показатель «M». «IgM». Мы должны на него смотреть. Или же всё-таки я не права? Мы тогда должны посмотреть иммуноглобулины «M». То есть, опять же, почему низкие антитела «G», например? То есть память. Она же может быть короткая, то есть ещё не выработались антитела на внедрение коронавируса. Тогда мы должны обязательно посмотреть иммуноглобулины «M». Если они вдруг будут положительными, то получается, что человек только что переболел. Поэтому нужно дождаться выработки антител «G». Ещё разочек их проверить. Примерно через 3 недели, через месяц, через 42 дня максимум. То есть так или иначе нужно смотреть в связке два этих показателя, да? Желательно, да. И если, допустим, «G» меньше 12, то это ещё не значит, что… Иммунитета нет. Иммунитета нет. А вот если «M» отрицательное и «G» меньше 12, то есть тоже отрицательное, то тогда получается, что всё. Информации о коронавирусе у иммунитета данного человека нет. Он его забыл. Всю эту информацию, то есть она у него нивелировалась. В силу каких-то причин. При каких показателях можно сказать, что вот у вас на сегодняшний день сформирован мощный иммунитет коронавируса? Ну, а он разнится. То есть это поствакцинальный иммунитет, либо это послеболезненный иммунитет. Если человек переболел коронавирусом, то среднестатистические показатели примерно колеблятся. Ну, могут колебаться от 20, где-то до 70, до 80. То есть вот примерно так. А если это поствакцинальный иммунитет, то там, конечно, титры антитела иногда очень хорошие. То есть и 100, и 200, и 300, и даже вот пациенты были по 500. То есть это очень хороший ответ иммунный на вакцину именно. То есть защита будет очень мощная. Это как раз будет показатель G. G. Мы говорим о G. Обычные, скажем так, постконтактные антитела, они не такие высокие. То есть они могут быть и от 15 до 70. Вот вчера сдавал пациент 71. Да, хороший иммунитет, вопросов нет. Сколько они будут держаться, это тоже просчитать невозможно. Закономерный вопрос сразу у пациентов, как долго они могут держаться. Просчитать это практически невозможно. Он может практически сразу рухнуть, а может и очень долго держаться. То есть можно повторить через месяц анализ и посмотреть динамики. Если будет также, например, 70-71, замечательно. А если он снизится очень резко, то тогда, значит, он будет теряться достаточно быстро. То есть вот те гипотезы о том, что иммунитет после перенесенного заболевания или после прививки держится 3-4, кто-то говорит, 6 месяцев, этому тоже 100% доверять не стоит. Какой будет иммунитет на коронавирусную инфекцию, еще никто сказать не может. У нас есть просто ситуация, когда мы понимаем, что он может снижаться, и у человека нет защиты, и при этом он может не снижаться, но тоже не отработать, как положено. Поэтому встает вопрос о вакцинации, как защите, самой мощной защите. И вы рекомендуете проверять, если что, антитела, если прежде они были, уже через месяц? Ну, считается, что, например, вот если мы говорим о прививках, то все исследователи и все производители вакцины, все, соответственно, доктора в этой сфере, они все рекомендуют делать на 42-й день от первой вакцины, от первой вакцинации, на 42-й день. Там максимальное количество антител, и там мы начинаем понимать, сработал ли иммунитет на введение вакцины или нет. Значит, речь идет о 42 днях, соответственно. А если человек переболел, вот как ему быть? Лучше тоже, да. То есть как бы вот месяц-полтора, и лучше проконтролировать, и тогда можно будет понять, то есть какая у него тенденция умунитета, теряет он быстро антитела или не теряет. Опять же, если человеку предстоит через какой-то промежуток времени работа в контакте с большим количеством людей, то есть он социально активный человек, он будет контактировать с большим количеством людей, то лучше все-таки все равно подстраховаться. То есть надеяться на антитела, если тем более они не очень высокие. Вот мы говорим о цифре 12. 12,1 – это будет больше 12. То есть компьютер это воспринимает как положительные. Но вы же цифру видите, что 12,1 – это ни о чем антитела. То есть, конечно, нужно рассмотреть ситуацию о дополнительной защите в виде вакцинации. К другим темам. В Барнауле обострилась проблема нехватки мест в школах у дома. Несколько семей краевой столицы намерены обратиться в прокуратуру из-за того, что первоклассникам, имеющим право быть зачисленными в учебное заведение по прописке, отказали из-за того, что места разобрали льготники, семьи военнослужащих и силовиков. Подробности далее. Мама первоклассника Алина Ващенкова хотела, чтобы ее ребенок учился в Сигме. Говорит, о доме до школы рукой подать. Именно это было одним из главных аргументов при выборе места жительства. Алина, как и положено, подала заявление еще в апреле. И была уверена, что ребенка зачислят. Но неожиданно для себя узнала, что все первые классы уже заполнены. В школе дали мне отказ, так как первоочередное превысило количество на места. По прописке не прошло 30 человек. Мы в том числе. В комитете мне ответили, что действительно мест нету, идите в другую школу, пока есть свободные места. Почему я должна ходить в другую школу, если я напрямую отношусь к этой силе? Нам же в городском комитете по образованию пояснили, что есть определенный порядок приема детей в школы. Первоочередники – льготники, дети военнослужащих, сотрудников внутренних органов, из многодетных семей и дети-инвалиды. Затем в школу могут подавать те, чьи братья и сестры уже учатся в этом учреждении или родители работают в сфере образования, а также дети из неполных семей. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В соответствии с этим же порядком в случае отсутствия мест в школе родители ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в комитет. По словам Натальи Шурыгиной, свободные места в школах есть и находятся эти школы, а их как минимум шесть, в том же микрорайоне, что и Сигма. Но Алина Мощенкова на другие учебные заведения не согласна. К слову, с подобной проблемой переполненности школ и первоочередного права для льготников столкнулись жители еще как минимум двух микрорайонов Дружный и село Власиха. Несколько семей собираются подавать заявления в прокуратуру. Среди них и Алина Мощенкова. Елена Кукина, Александр Антропов, День с толком. Ну а сейчас о проблеме, которая затрагивает не только семьи с будущими первоклассниками, а практически все население края. Цены на продукты в крае бьют рекорды. Только за июнь весьма ощутимо подорожали мясо, растительное масло и овощи. Такая тенденция, объясняют экономисты, наблюдается во всей России. Растет инфляция, впереди глобальный финансовый кризис. Стоит ли его ожидать жителям нашего региона и что может стать для них спасением в специальном репортаже Анары Шагировой. Когда-то еще в советское время денег было достаточно, а вот купить, откровенно говоря, ничего не могли. Товар был в дефиците, вспоминает старшее поколение. Зато сегодня на полках ассортимент богат, да только стоит это все недешево. Приходится экономить, но делать это все сложнее и сложнее. Продукты и те дорожают день от дня. Знаете, зарплаты-то не растут, поэтому все сложнее и сложнее становится покупать продукты хорошего качества особенно. Поэтому сложно. Все подорожало почти в два раза. И так незаметно, главное, вроде идешь, одна цена раз, и в два раза уже цена. Если дети помогают, то хорошо хватает. Если никто не будет помогать, конечно, тяжело прожить на такую пенсию. По последнему подсчету Росстата в юне неожиданно резко подорожали шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель на 0,5%. Цены на свинину и баранину выросли почти на 2%. Но люди и без всякой статистики ощущают изменение стоимости на своем кошельке. Месяца два назад мы вот эту колбасу торговали 485 рублей, то сейчас мы эту колбасу продаем 506 рублей. Это порядка 20 рублей с килограмма выросла стоимость колбасы. Больше всего подорожали овощи. Так, картофель по сравнению с предыдущим месяцем вырос в цене на 20%. Белокочайная капуста на 14%. Стоимость свеклы и вовсе удвоилась. А вот одним из продуктов лидеров по повышению цены стала морковь. О ее подорожании спросили даже у президента России. Во время прямой линии с Владимиром Путиным люди изумились. Мол эквадорский банан стоит ровно столько же сколько и сибирский овощ. Сейчас на барнаульском рынке бананов не найти и не сезон, но есть апельсин. Африканский апельсин килограмм стоит 110 рублей. Это столько же сколько и морковь. Предприниматели небывалый рост цен объясняют несколькими факторами. Определенную роль сыграла сезонность. Овощи на грядках у жителей пока не с другой стороны ту же морковь с рынка сегодня сложно назвать сибирской. Уже новый урожай привозят из Краснодара и даже Израиля. Отсюда и цена. Зависит от подсосеков. Как они придут так же. Где дешевле приходит, где дороже. Вместе с тем, по словам предпринимателей, растут общие издержки на производстве. Цены комплектующих, материалов стремительно взлетели, что не могло не сказаться на стоимости изобства. Есть задержки в заработной плате. мы между молотом и наковальными находимся. Стоимость персонала дорожает, себестоимость растет. Малый бизнес сейчас работает в убыток. Зато вовсю процветают торговые сети и агрохолдинги, которые превратились в монополии, говорят эксперты. Они поясняют, что последним конкуренции нет, поскольку законодательство ограничило присутствие на рынке тех же садоводов и небольших сельхозпроизводителей. А монополия вместе с тем только повышает цены в погоне за большей выгодой. На мой взгляд, решением могло бы быть ограничение присутствия торговой сети. И мы уже не раз выступали с такой инициативой. Например, присутствием не более совокупным присутствием торговых сетей муниципальным образованием не более 50%. То есть а 50% это уже наши алтайские предприниматели, которые создают магазины придомовой торговли. То есть они будут тем самым создавать нормальную здоровую конкуренцию. Обеспечить эту самую конкуренцию, по мнению предпринимателей, могли бы поправки в законодательстве или антимонопольная служба. В настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства на агропродовольственных рынках Алтайского края не выявлено. Граждане могут обратиться в управление в случае выявления необоснованного роста цен на продукты питания либо наличия признаков сговора обрановцов. Тем временем рост цен стал драйвером июньской инфляции. Она возросла до 6,5% к аналогичному месяцу прошлого года при постоянной цели Банка России держаться вблизи 4%. Экономисты говорят, с такими темпами миру не избежать глобального кризиса. Поэтому пришло время важных решений. Правительство у нас направляет США допустим направляет денежные средства непосредственным конечным потребителям то есть населению. Наше правительство придерживается другой тарктики поведения. Оно помогает точечно осенним попавшим в тяжелую ситуацию. Ну и плюс там идет навстречу малому среднему бизнесу. Ну как показывает практика не все могут воспользоваться. Ну а крупному бизнесу всегда помогало правительство и помогает в первую очередь банковской системе. Банк России принимает решения в рамках своей денежно-кредитной политики изменяет свою ключевую ставку тем самым влияет в данной ситуации на изменение совокупного спроса снижается давление на инфляцию различных факторов. Но способно ли одно лишь повышение ключевой ставки снизить темпы инфляции? По мнению экономистов этого недостаточно. без комплексной поддержки экономики возрождения собственного производства каждый последующий кризис будет бить по карманам россиян все сильнее. Что касается населения, то ему считают эксперты стоит подготовить подушку безопасности. Финансовый кризис ударит уже этой осенью. Один из выходов для жителей нашего аграрного края обзавестись подсобным хозяйством или собственным огородом. Растет цена и на металлоконструкции. За последние полгода она взлетела в разы. Жители в шоке. Застройщики думают, как не сорвать сроки сдачи объектов и не уйти в убыток. Есть и такие предприятия, работающие с металлом, которые признают, что сознательно делают качество продукции хуже. Следующий материал о том, в каких условиях живет строительный рынок и как приспосабливается к ценовым изменениям. Дом, квартира, баня или забор, который вы не сможете себе позволить или позволите, но скрипя сердце. К лету, самому горячему сезону ремонта и строительства, стоимость металла в России буквально взлетела. Жители приезжают со сметы на одни цены и просчитывают разницу. Например, 1300. И что вы об этом думаете? Прекрасно думаю. Что вы здесь будете приобретать? Сайдинг, металлотерепицу. Металл начал расти в цене еще в конце 2020-го, когда мир потихоньку стал забывать о пандемии. Остановленное производство, строительство возобновилось, создав спрос. А просевший рубль сделал экспорт металла более выгодным и на внутреннем рынке появился дефицит, который тоже повлиял на цену. К примеру, наши соседи объявили о том, что у них в ассортименте появился профлист толщиной 0,2 миллиметра. При общепринятых стандартах ранее, когда у нас не было такого ценового бума на металл, общепринятый стандарт был 0,5 миллиметра. Клиенты готовы терять в качестве, когда определенный продукт нужно купить за бюджет, утвержденный еще зимой. Но все же на рынке рекламного оборудования составляющих меньше, чем в строительной сфере. За неполный год цены на металлопродукцию выросли чуть ли не вдвое. То, что сейчас происходит на рынке, не предугадать. То, что раньше считалось дизайнерски более интересным, соответственно, дорогим, стало доступным. на примере мягкой кровли возьмем. Смотрите, на примере мягкой кровли, допустим, цена у нее раньше была выше, чем у металла. То есть, металл черепицы и так далее, брохностила. А сейчас такая тенденция, что мягкая кровля стала дешевле, чем металл. И, следовательно, мы тоже переходим на мягкую кровлю. Ну, не совсем, но мы будем ее завозить и у нас будет это в ассортименте. Застройщикам в этом плане сложнее. Одно на другое в процессе работы уже не заменить. Говорить на такую больную тему с нами вживую не захотела ни одна компания. Алгоритм прислал письменный ответ. Там уверены, что с учетом проектного финансирования в банке застройщики должны будут рисковать либо не брать объект вовсе. Изменение цены проекта на стадии его реализации – процедура непростая, потому что требует согласия банка. Не каждый банк пойдет на уступки застройщику. В таком случае финансировать разницу придется за счет собственных средств. Социальное строительство в еще больших рамках. Из-за скачка цен под угрозой срыва 70 объектов КАИ. Селфи Векстрой уведомили власти, что приостанавливают строительство соцобъектов. Уже ясно, что сроки контракта сорвут крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле, детский сад Ясли в Белокурихе. В Краевой Минстрой заверяют, что в июле должна появиться методика расчета. Как к остатку бюджета применять действующие цены? В Москве разрабатывают законопроект, по которому стоимость госконтракта могут изменять из-за роста цен стройматериалов, но не более чем на 30%. Минстрои говорят, нарушители сроков не будут штрафовать и отбирать объекты. Содержать, охранять объект. Где-то какие-то могут потребоваться консервации, а все зависит от того, в какой степени готовности объект. Где-то есть кровли, где-то нет еще кровель, поэтому не допустить разрушения их. Речь-то не идет о расторжении сейчас, пока контрактов, я думаю, и не дойдет до этого. Кстати, застройщики уверены, что до конца года металл вырастет в цене еще больше, втрое. Так что, возможно, весь этот год люди будут закупаться впрок. Но, опять же, повышенный спрос подогревает цену еще больше. Спада какого-то не наблюдается, поэтому люди боятся этого и вкладывают деньги в стройку, в металл и так далее. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Рост цен на железо и другие стройматериалы повлияет и на рынок недвижимости, полагают риэлторы. Так уже к концу этого года стоимость однокомнатной квартиры в Барнаульской новостройке прибавит 200 тысяч рублей, подсчитали специалисты. Металл поднялся в несколько раз, то есть в три раза, дерево в два раза. И, конечно, застройщики не могут не корректировать цену. Для того, чтобы застройщику начать продавать, он обращается в банк и согласовывает стоимость этих квадратных метров. И аналитики банка смотрят, а какова ситуация сегодня на рынке, в том числе со строительными материалами. И вот эти цены, которые мы с вами видим сегодня, это, конечно, отголосок того, что происходит на строительном рынке материалов и как аналитики банка декларируют, скажем так, эту стоимость в проектном финансировании. Вот, собственно говоря, это и есть сегодня основной драйвер, который заставляет застройщиков корректировать цены в сторону увеличения. В условиях инфляции повышения цен очень важна поддержка социально уязвимых категорий граждан. В Алтайском крае вот уже порядка 15 тысяч жителей подали заявление в пенсионный фонд на получение новых ежемесячных пособий. Речь идет о выплатах, которые начали назначать с июля этого года для поддержки беременных и одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте с 8 до 17 лет. Как выяснилось, в процедуре подачи документов есть немало тонкостей. О них нам расскажет Анна Рашагирова. Еще одна мера поддержки, говорят, в краевом отделении пенсионного фонда. Но не для всех, а только для особо нуждающихся категорий. К ним государство отнесло беременных и одиноких родителей. Если с первой группой все ясно без дополнительных разъяснений, то со второй все не так просто. Люди не поняли, какого родителя можно считать юридически одиноким. Оказывается, всех. У кого второй супруг умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении ребенка. Еще один вариант супруги в разводе. Чтобы получить пособие, обозначенным группам нужно соблюсти ряд условий. Будущим мамам нужно встать на учет в женскую консультацию в первые 12 недель беременности. А одиноким родителям не только воспитывать ребенка определенного возраста, но и иметь доход ниже прожиточного минимума в регионе и владеть ограниченным числом движимого и недвижимого имущества. Впрочем, доходы и имущество перед назначением выплаты оценят и у беременных. Получать пособия смогут семьи, имеющие только одну квартиру, дом, дачу, гараж, автомобиль и мотоцикл, а также небольшой вклад в банки. Новые пособия полагаются и для поддержки детей-сирот. Перечислять их будут законному представителю, опекуну или попечителю. Что касается размера, выплат в нашем крае это почти половина прожиточного минимума. Семьи с одним родителем смогут получать 5305 рублей ежемесячно на каждого ребенка, а будущей мамы чуть больше 5744 рубля. Мы будем зачислять денежные средства только в платежную систему МИР. Это первое. Второе. Либо на те накопительные, сберегательные счета, которые открыты. Для других платежных систем перечисление денежных средств закрыто. Подать заявление можно дистанционно через госуслуги или лично в отделении пенсионного фонда. К слову, больше 15 тысяч жителей края уже обратилось за такой материальной поддержкой. Рассмотреть заявление должны в течение 10 дней. Анна Раша Герва, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Звучала на неделе и тема общественных пространств. Причина – недостаток мест для комфортного летнего отдыха. Так, центр Барнаула, а точнее площадь Спартака утопает в уличной торговле и мусоре. А другое место – остров Помаскин едва справляется с потоком отдыхающих. Площадь Спартака – въездные ворота в город, где зарождалась его история. С высоты птичьего полета пространство выглядит довольно ухоженно. Вблизи же – вырви глаз. Возмущается горожанка Татьяна Труфанова. И здесь полиэтилен, коробки, пачки от сигарет, кирпичи, чтобы на центральной улице города, которая встречает гостей, такое располагалось. Я не понимаю, как можно до такого состояния довести, но это стыдобище. Чуть больше десяти лет назад предпринимались попытки реанимировать площадь. Убрали торговые павильоны, высадили цветы, но цивилизованным историческое место оставалось недолго. Вся площадь Спартака вытоптана, вся в окурках, причем окурки здесь, они не убираются, они сметаются в кучки. Это мы увидим на остановке, а клумба просто сравнялась с землей. Одна из клумб, но они все, вот видите, даже вот кустарники, это просто голый прутьик. Как выяснилось, за содержание площади отвечает «Автодорстрой», пояснили в мэрии. Именно на его плечах очистка весной и летом автобусных остановок и ежедневный уход прилегающих территорий. Что касается других мест отдыха, например, пляжей, то и здесь проблема. В Барнауле работают порядка десяти точек, где разрешено поплавать, но только одна бесплатная. Это остров Помаскин и даже в разгар рабочей недели здесь сотни людей. Жарко, посмотрели, почитали, чисто говорят, поэтому решили первый раз приехать, посмотреть. Многие горожане испытывают нехватку бесплатных зон отдыха. Есть и такая испытка нехватки пляжей. В городе здесь даже вот один, потому что очень большое количество людей, которые хотят отдыхать, особенно сейчас, в данное время, потому что очень жарко и желательно, чтобы было больше. Просто бесплатно пришли сюда и все, покупаться, потому что неохота особо тратить деньги. Места отдыха, где можно поплавать за деньги в Барнауле предостаточно, но отдых там не всем по карману. Минимальная стоимость часа от 200 рублей. Но из-за того, что официально разрешенный пляж забит до отказа, одни все же раскошеливаются, другие выбирают дикие пляжи. Там небезопасно, однако без проблем не обходится и на муниципальном пляже. А пока любителям официального и бесплатного отдыха у воды приходится ютиться рядом друг с другом, словно никто и не знает о социальной дистанции. Артем Гусельников, Анара Шагирова, Валентина Аскерова, Александр Антропов. И в завершении выпуска «Спортивная новость мирового масштаба». Федерация гребли на байдарках и Каноа Алтайского края намерена подать заявку на проведение чемпионата мира на марафонских дистанциях 2026 года. В региональном министерстве спорта подчеркнули, оглядываясь на опыт проведения второго этапа Кубка мира по гребли на байдарках и Каноа, наш край полностью, в том числе технически, готов встретить спортсменов снова. Затраты на этот раз будут минимальными. Понадобится около 15 миллионов рублей. Эта история только начинается. Мы как можно больше хотим создавать поводов для гордости для всех жителей Алтайского края. Ну и, конечно, социальный лифт для наших ребятишек, которые будут смотреть, которые будут записываться, которые будут вырастать как спортсмены и пусть все у них сложится. В течение ближайших 10 дней губернатор края подаст заявку от своего имени во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и Каноа. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира примут в марте 2022 года. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.